Я представляю платформу Spike Media. Меня зовут Наташа Тихонова. Spike Media — это независимая платформа, которую мы делаем совместно с исследовательницами перформанса современного искусства, арт-активизма и акционизма. Это исследовательская платформа, посвященная архивированию, изучению и освещению перечисленных мной направлений. И сейчас мы для того, чтобы запустить эту платформу, организовали фестиваль, который называется «Фестиваль Spike Media». В рамках фестиваля мы делаем различные встречи, лекции, дискуссии, круглые столы. Все записи вы можете найти на нашем канале, в наших соцсетях. И сегодня я рада представить нашу лекцию, которую будет делать Алена Левина. Также я хочу заметить одну очень важную информацию, что этот фестиваль мы делаем для поддержки нашей платформы. Она существует без финансовой поддержки каких-то институций или фондов. Для нас это был принципиальный вопрос. Поэтому мы будем очень благодарны, если кто-то из наших зрителей поддержит нашу инициативу и сделает донейшн на одну из представленных платформ. Мы сейчас это добавили в чат. Также вся информация есть на сайте. Вы можете сделать донат через Тинькофф или через GoFundMe. Также мы рады, если вы будете донатить все инициативы, с которыми мы сотрудничаем, всех лекторов и вообще мы целиком за краудфандинговые инициативы и за взаимоподдержку друг друга. Сейчас я представлю нашу замечательную лекторку Алену Левину. Алена Левина – активистка, художница, фем-активистка. Сегодня она нам расскажет, что такое. Мы придумали такое интересное название, которое, в принципе, как-то зонтично работает для всех тем, которые бы мы хотели сегодня разработать, разобрать, обсудить с Аленой. Название нашей лекции звучит как Art, Fem, Kiber, Invo, Activism. И Алена как раз расскажет о каждой из этих приставок к слову активизм. И также мне кажется, что очень интересно поговорить с Аленой и услышать ее экспертизу на тему, как искусство и город могли бы стать инклюзивной и нетоксичной средой, поскольку Алена часто высказывается, пишет и является приглашенной лекторкой или экспертом на эти темы в различных институциях. Я думаю, что Алена сейчас также подробно расскажет о себе, о своей деятельности и о своих проектах. И поэтому я передаю слово Алене. Как я говорила вначале, в первой части у нас будет такая лекция-беседа, а во второй половине нашей встречи вы можете задать вопросы Алене, и вторая половина будет строиться больше как диалог и как формат вопрос-ответ. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы уже сейчас, пожалуйста, пишите их в чат, чтобы мы их не забыли, или потом вы можете их задать напрямую Алене. Вот, Алена, спасибо, передаю тебе слово. Спасибо, Наташа. Я хотела бы сделать небольшое уточнение, что я Алена Левина. Вот, так вышло, что мама поставила точки над фамилией в свое время, когда я родилась. И вот теперь их надо ставить везде, в том числе и в паспорте они у меня. Я, наверное, вам расскажу немного о себе, чтобы было комплексное понимание, почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь, и вообще, какие цели и мотивации двигают меня в сторону активизма, арт-активизма. Значит, мне 33 года, я родилась в Москве, практически всю жизнь живу в Москве, ну, не считая каких-то небольших вылазок на полгода в Питер. Вот. И это очень большая радость для меня, жить в Москве, потому что в других городах я, наверное, бы вряд ли смогла заниматься чем-нибудь, потому что я передвигаюсь на инвалидной коляске, и в России практически во всех регионах, кроме центральных и городов-миллионников, недоступная среда, недоступная физическая среда. То есть нельзя просто так выйти и пойти куда ты хочешь и посетить какое-либо мероприятие. Но также я столкнулась с тем, что у нас еще достаточно недоступная информационная среда и социальная среда взаимодействий людей, грубо говоря, без инвалидности здоровых и людей с инвалидностью. Я работаю в культуре, в сфере культуры, наверное, уже года три плотно. То есть я сотрудничаю с институциями как независимая кураторка или как экспертка, которая может дать оценку каким-то материалам, связанным с обеспечением доступности, текстовым или иллюстративным, либо дать оценку непосредственно физической среды. Но начинала я другим образом. У меня не всегда была инвалидность. Я закончила физмат-класс в одной из московских школ и решила, что мне надо пойти учиться какому-то гуманитарно-художественному ремеслу, потому что я занималась рисованием и прочими крафтовыми штуками с детства, и мне хотелось как-то разнообразить свою жизнь и не идти программировать всякие штуки, типа сейчас программируют интерфейсы. Не знаю, это, конечно, с одной стороны было большой ошибкой, так как я бы сейчас зарабатывала значительно больше, но с другой стороны моя жизнь не была бы такой интересной. И я пошла учиться на графическую дизайнерку в 2006 году в Московский государственный текстильный университет. То есть, грубо говоря, я пошла в Шарагу, в которой было очень сомнительного характера образования, но были и плюсы. Например, мы ездили на втором курсе на практику на Словецкие острова. Я в том числе уже плохо в этот момент ходила, но у нас были хорошие отношения с одногруппниками, с преподавателями, и вот я месяц провела на севере, начиная с Лавков, заканчивая там Вологда, Каргополь и прочие места. И это помогло мне в том числе понять, как живут люди за МКАДом. Как я уже говорила, я живу в Москве всю жизнь, и в достаточно хорошем районе, близко к центру. И у меня как бы такая зашоренная оптика была, пока я не стала ездить и смотреть, в общем, как живут люди. И после того, как я закончила университет, я решила продолжить свою профессиональную карьеру в качестве преподавательницы и пойти в аспирантуру. И тут начались какие-то первые приколы, связанные с недоступной средой и с тем, что человек с физической или, ну, про ментальную инвалидность, я буду говорить немножко сегодня и так в общем порядке, потому что у меня, ну, я не носительница опыта и только как бы союзница в этом вопросе. Вот. И я ушла со второго курса аспирантуры, сдав все кандидатские, потому что у нас в этом университете, в котором я училась и писала диссертацию, и была недоступная среда, допустим, лифт в главном корпусе ходил только наверх, и он не ходил вниз, а моя кафедра была на шестом этаже. Вот. В какой-то один из прекрасных дней я ходила подписывать с одного этажа на другой бюрократические бумажки и настолько устала, не получив какой-то результат, там много надо было ходить, вышла из университета, расплакалась, и решила, что я больше туда не приду. Но надо сказать, что училась я хорошо, и в принципе какая-то научная деятельность мне нравилась, и в принципе я бы, если бы не здоровья, продолжала этим заниматься, но судьба распорядилась иначе. Я ушла в какой-то фриланс. На тот момент я не занималась живописью, не занималась рисованием. У меня был перерыв, то есть я ходила по библиотекам, писала диссертацию. Но когда я училась именно на специалитете, у нас пять лет была живопись. Это важный момент, потому что живописью я занимаюсь по сей день как одной из своих арт-практик. Я позиционирую себя как художница, дальше, наверное, как независимая кураторка и так далее. И был в моей биографии такой переломный момент, когда я перестала ходить, и возможности свободопримещения, которое записано у нас как основной из прав человека в России, у меня отсутствовало. И я поняла то, что надо что-то делать, и начала пользоваться, ну, купила инвалидную коляску. Сначала обычная у меня была, потом электрическая. И я стала ходить по разным мероприятиям, потому что я достаточно социализированный человек с детства. И когда я хожу на эти мероприятия, я заранее смотрю, узнавала у организаторов, насколько там доступная среда. На горизонтальные мероприятия своих знакомых, друзей, коллег, я где-то с 16-го года начала тусоваться с московской литературной тусовкой, фемтусовкой и так далее. И важно понимать, что в феминистской среде очень большой упор делается на горизонтальные какие-то структуры, на доступность, на включение маргинализированных групп. И я в какой-то момент, еще начав гуглить на английском языке, как же живут люди в странах и местах, где есть жизнь для людей с инвалидностью, увидела, что на различных мероприятиях прописывают индекс доступности. Индекс доступности — это такая небольшая приписочка в конце описания мероприятия, где говорится, как и каким образом можно прийти на мероприятие, если у вас есть инвалидность по зрению или вы испытываете затруднения в передвижении. И я стала приходить очень жестко, очень настойчиво, с огромной претензией к организаторам горизонтальных мероприятий, со словами, во-первых, дайте мне, если это мероприятие с какими-то билетами, дайте мне билет для плюс одного. Это значит, что я и мой сопровождающий идем по одному билету, потому что у меня инвалидность первой группы, и мне нужна помощь. И по кальке европейских социальных услуг, европейской социальной жизни, в общем, граждан, людям дают возможность, не платя за эту услугу, использовать труд сопровождающих ассистансов. У нас такой практики нет, но предполагается, что если у тебя первая группа инвалидности, то тебе нужна помощь, а без нее ты обойтись не можешь, и ты как клиент запрашиваешь вот такую вот себе услугу и льготу. Вот. И я стала писать об этом, и так как времени у меня было много, работы было немного, возможности выходить и общаться тоже не было, сил достаточно, я занималась вот таким вот, такой игрой с бюрократическими, бюрократической направленности. И периодически постила эти истории, если мне как-то отказывали, или для меня, мне казалось, что организаторы недостаточно погружены в тему, я это постила в Фейсбуке. Естественно, когда я это начала делать, у меня там какое-то количество знакомых было, и надо сказать, что здоровье не позволяет мне оценить в полной мере всю силу своего влияния, или, допустим, поддерживать какие-то связи, но тем не менее, связи с людьми, которые неравнодушны и работают в каких-то местах, в институциях у меня были, и ко мне стали прислушиваться. И, в принципе, так как инвалидность — это такая штука, которая может случиться с каждым человеком буквально за минуту, за секунду в нашей жизни, то люди к моим замечаниям прислушиваются. Другое дело то, что приходилось переходить через огромное количество препятствий в виде просто сопротивления, в виде каких-то слов из серии «нам так жаль себя, тебя и весь мир», я бы это так назвала. То есть когда от безысходности и отсутствия ресурса организаторы попадают в выгорание мгновенное. И также с такой конской объективацией, когда из человека, профессионала, из эксперта делают какую-то икону, икону антииблизма или человека, которого говорят, у тебя такая-то супер, там вообще невероятная личность, и с невероятной силой воли. Ну, естественно, нельзя отрицать, что тут сила воли, конечно, есть, но тем не менее никаких сверхспособностей не подразумевает моя деятельность. Значит, и вот я сейчас рассказала вам такое краткое изложение всех перипетий, и что сейчас на сегодняшний день я имею как специалистка. Я сотрудничаю с достаточно крупными музейными институциями, с Третьяковкой мы сотрудничаем очень плотно, и моя коллега Маша Сарчева позвала меня прошлой осенью на постоянной основе быть консультанткой по физической доступности и также помогать ей работать над какими-то текстами и документами для помощи сотрудникам в понимании том, что такое инвалидность, как вести себя с посетителями, какие-то этические задачи решать. Также меня приглашают оценить доступность выставок. Вот этой весной я ездила смотреть экспозицию выставки посвященной коронавирусу и эпохи коронацена в музее «Гараж». Это был первый опыт такого тотального анализа большой площади выставочной. И также я выступаю с лекцией, посвященными этике общения с людьми с инвалидностью, различные даю консультации по поводу как обеспечить доступ на мероприятие, как обеспечить доступ, если доступа нет. Это отдельный вопрос. И пишу всякие разгромные посты в ФСБУКе, когда сталкиваюсь с иблизмом или с некомпетентной работой сотрудников художественных и культурных институций. Ну и еще я работаю, ну как бы не работаю, а скорее позиционирую себя как художница, но это такая долгая тема, потому что искусством я занималась с детства, а инвоактивизмом и прочими штуками, связанными с выставочной деятельностью. Я занимаюсь, наверное, года 2016-го, 2016-го. Вот. И что я могу сказать? Наверное, я сейчас скажу про проекты еще, которыми я занимаюсь на постоянной основе. очень важной и ценной для русскоязычного мира, ну, мира, где говорят на русском языке, и для России, это объединение женщин-инвалидность-феминизм, которое я координирую, соосновательницей которого я являюсь. Это первое в России объединение, которое смотрит на вопросы, связанные с инвалидностью, с инвалидностью женщин в феминистской оптике. Вот. Мы делали фестиваль одноименный, у нас есть НЗИН, и сейчас мы готовим компанию по созданию сообщества женщин с инвалидностью, которое будет поддерживающим, потому что мы понимаем, что невозможно выйти в какие-то онлайн, офлайн-встречи в каком-то месте, даже в Москве, потому что город большой, транспорта доступного нету, и в России, в принципе, огромное количество людей по полгода сидят дома и не могут выйти из-за климата, и я в том числе зимой практически не выхожу. И мы хотим вот создать поддерживающую платформу, где мы могли бы обмениваться опытом, обмениваться какими-то своими идеями, а также находить проекты, придумывать для того, чтобы создавать рабочие места для женщин с инвалидностью. Это очень важно. Вот. Потому что то, как сейчас позиционируют себя работодатели, это скорее про благотворительность, а не про реальную возможность дать людям реализоваться в профессии. Вот. Также я делаю какие-то тексты, посты про образование для людей с инвалидностью, и я с осени прошлого года пошла учиться в институт базы, для того, чтобы в первую очередь понять те уязвимости, те хрупкие места, которые есть для того, чтобы человек с инвалидностью, физической инвалидностью мог получить образование в сфере современного искусства, в сфере понимания современной культуры, в сфере, что у нас образование в этом, в этой сфере заканчивается на начале 20 века, и у людей довольно неактуальное представление о процессах. Вот. Но, наверное, говорить о своем обучении в базе я не буду, потому что у меня готовится материал на основании моего обучения. Вот. И это такой долгий проект моего обучения. Вот сейчас заканчивается первый год, потом будет следующим. И я думаю, что это повлияет на оптику моих коллег, которые делают образовательные программы, либо которые работают в сфере инклюзии для понимания того, с какой стороны подходить к вопросу вовлечения людей с инвалидностью в эти процессы. Ну, наверное, так. Да, еще. В анонсе было сказано, что я расскажу про протесты людей с инвалидностью и я сейчас скажу про проект, который мы делали и сейчас он заморожен из-за ковида, который называется инвапротест, это протест женщин с инвалидностью против домашнего насилия. Можно познакомиться с материалами этого проекта у нас на странице в инстаграм InvaGirls она называется. Там есть фотографии женщин с инвалидностью с плакатами в руках, которые протестуют против домашнего насилия и тексты этих женщин с текстами протестов, со случаями, которые они описывают. И это очень важный проект, потому что возможности выйти на протест, на митинг у женщин с инвалидностью нет, это небезопасно, это недоступно. Но есть, конечно, свои плюсы, никто не заберет на 15 суток человека с первой или второй группой инвалидности, но тоже можно, ну, я думаю, что власти найдут, как можно поступить с протестующими людьми с инвалидностью, хотя у меня есть знакомые, которые ходят на митинги, но я сама не хожу, потому что я занимаюсь активистскими проектами, и это такая долгоиграющая история, которая требует очень бережного отношения к себе. Так, я была участницей нескольких пикетов, один из них это пикетная очередь поддержку сестер Хачатурян, потом следующий пикет был у памятника Пушкина, так, поддержка сестер Хачатуряна, это, кажется, 19-й год, потом в прошлом году я стояла в пикете у памятника Пушкина на бессрочном протесте с плакатом «Права инвалидов, права людей», и также участвовала в массовом пикете против домашнего насилия осенью, осенью 19-го года, кажется, да. Вот, наверное, тут я закончу и попрошу Наташу разбавить мой спич каким-нибудь вопросом. Да, спасибо. Мне кажется, что для интро это все было очень важно, узнать твой бэкграунд и то, что ты рассказала о каких-то проектах. Вот, я хотела спросить, и я еще тоже выцепляю вопросы, которые мы обозначали до встречи, вот, и хотела, может быть, у тебя еще уточнить, вот, ты работаешь как художница, как феминистка и как активистка, и ты рассказывала, что достаточно часто твой активистский опыт мешает твоей художественной карьере и наоборот, и вот, интересно, как ты сочетаешь эти роли и мешает ли одна другой, можно ли это отделить, нужно ли, вот, мне кажется, эту тему тоже важно обсудить. Спасибо. Да, я думала долго с какой стороны подойти к этому вопросу. Смотрите, так как я инвоактивистка и человек, который позиционирует себя как такую деятельницу, которая знает про бережное общение, про уязвимость маргинализированных групп, про всякие разные аспекты поведения людей, знает, что такое ментальная инвалидность, знает, что такое нейроотличие и нейроразнообразие. У меня периодически появляется внутренний конфликт интересов. Допустим, когда я вовлечена в какие-то процессы в среде искусства, в общении, я общаюсь в основном с людьми, у которых нету, видимой инвалидности, они себя не позиционируют как люди с инвалидностью. есть достаточно патриархально настроенные люди, есть огромное количество людей с перверсиями различного характера, в том числе сексуальной перверсии. И во мне борются несколько моих направлений деятельности. Например, когда я знаю, что какой-то человек, персона, которая является моим коллегой из культурной среды, который делает какие-то странные непонятные вещи, которые расцениваются моими коллежанками как харассмент. Я не могу артикулировать от собственного лица то, что я думаю, потому что я знаю, что этот человек, эта персона делает какие-то перверсивные действия и они настолько цикличны и стабильны и допустим, эта персона еще наркозависима и является тоже достаточно маргинализированной единицей процесса, я не могу идти напролом с своей позицией, потому что это будет небережно, потому что другой человек, который имеет такие же перверсии, но имеет меньше привилегий и не включен в культурные процессы, не работает в каких-то институциях или в каких-то коллективах, он, увидев вот эту волну угнетения, волну канцела, как любят канцел калча, они, эти люди, которые сидят со своим перверсиями и наркозависимостью дома, они еще больше будут угнетены и не смогут никак реабилитироваться в рамках своих проблем. И таким образом я не могу выступать с жесткой критикой каких-то персон, которые осуществляют харассмент, потому что я знаю очень много нюансов поведенческих и знаю, что это нюансы нейроотличного человека или наркопотребителя. так как ментальные проблемы это тоже часть инвалидизирующих процессов, я не могу выступать как фемоактивист, допустим, защищать своих коллежанок в полной мере. Но как меня сразу спрашивают, Алина, что делать? Я считаю, что я думаю, что многим здесь очевидно, как происходят процессы обличения харассмента и что в принципе пострадавшим от него очень не везет, потому что идет victim blaming, то есть обвиняют пострадавшую сторону. Я считаю, что для того, чтобы не канцелить человека, надо четко знать персону, профессионалу, профессионалу, надо четко определять, насколько вклад этого человека важен, насколько он нужен. И если это действительно человек, который делает весомый вклад в культурные процессы, то не канцелить никого, но в то же время равнозначно поддерживать тех, кто пострадал от действия этого человека. то есть устаканит на чаще весов эту ситуацию за счет поддержки пострадавшей стороны. Вот. Кто-то может сказать, что это квотирование, но я человек, который выступает за квоты для женщин в профессии, для людей с инвалидностью в профессии. и в принципе не вижу никаких преград, если организовать какое-то профессиональное образование перед тем, как включать человека в профессию. потому что я уже года три работаю с женщинами с инвалидностью и знаю, что если хорошо определять навыки и скиллы, то можно включить любого человека в рабочий процесс. Вот. И еще я как художница достаточно лояльна к людям, которые вовлечены в работу культурную и как бы понимаю, что это зона, где нету практически никакого финансирования и все держит, много очень культурных процессов держится на самоорганизации. И я хотя и критикую конечно же своих коллег за иблизм и за вербальный иблизм прежде всего, потому что физически иблисти не очень удается, как тут все люди такие достаточно грамотные и готовы помочь, но какие-то неочевидные вещи все равно проскакивают в речи, особенно когда пытаются дискриминировать людей по ментальным заболеваниям или ментальным особенностям. Но еще есть такой нюанс, что я достаточно резкий человек и привыкла говорить то, что я думаю, высказываться напрямую, меня критикуют за то, что я работаю в культурной сфере, позволяю себе вытаскивать наружу какие-то проблемы, артикулировать конфликты в онлайн среде. И опять же, я не очень хорошо понимаю, насколько я влиятельна в этом вопросе, но многие считают, что какой-то спич по поводу ситуации с дискриминацией, там, допустим, был недавно кейс довольно и близкий, где мои коллеги-художники прикидывались людьми с эпилепсией в эпилептическом припадке, и мне прилетело много сообщений про то, что я резко высказываюсь, могу написать с матом, представьте себе, пишу с матом, а должна идти культурно объяснять, просвещать людей. Но я хочу сказать, что в этом плане я очень сильно чекаю всю свою речь, и каждое мое высказывание в интернете, оно профильтровано несколько раз, потому что были случаи в начале моей карьеры активисты, когда я на потоке гнева действительно выдавала какие-то вещи в публичное пространство, и ничего хорошего с этого не было, обрывались контакты, какие-то коллаборации и совместные проекты тоже, ну, из-за того, что очень травматичное было ощущение, и теперь я очень сильно взвешиваю ситуации, взвешиваю свою речь, просто опытным путем, зная, какие последствия будут, я вытаскиваю наружу ту или иную проблему, вот, и я могу сказать, что так как у меня тяжелая форма инвалидности и очень маленький ресурс, я ничего не теряю, то есть если бы я не заходила с двери критика, критикессы в среду современной культуры и искусства была бы удобной, я думаю, что ничего бы не изменилось, то есть как бы в любом случае возникли бы какие-то проблемы, невозможно делать вид, что их не существует, вот, и я как бы понимаю, что от моих действий зависит моя репутация, вот, но еще, конечно, важно в этом плане самообразовываться в направлении бережного общения, делать я высказывания, понимать свой ресурс, можешь ли ты, будут ли у тебя соратники, соратницы, союзницы, если вот я иду в какую-то, грубо говоря, активистскую атаку, поддержит ли меня кто-то, сможет ли этот человек объяснить вместо меня какую-то проблему, и таким образом я существую как активистка в фемполе, в инвополе, в арт-активизме, но я хочу сказать, что в фемполе я, например, не ввязываюсь ни в какие конфликтные ситуации, связанные с феминистками, потому что у меня есть принцип очень четкий, что я не критикую женщин, потому что есть огромное количество мужчин цисгендерных, белых, патриархальных, которые прям готовы, чтобы я пришла и сказала, что они не правы, потому что мне кажется, что все-таки важная составляющая действенной правозащиты это когда видно, что люди сплочены и они работают для осуществления одной цели. ну и конечно же противоречие состоит в том, что люди хотят, чтобы я вот этот момент на себе чувствую, что если отходить от какой-то определенной репутации, если позволять себе грубые высказывания или личные высказывания, ну быть живым человеком, то это может повернуться против, потому что даже несмотря на то, что как бы у меня инвалидность, я могу выходить как некая такая блаженная дама, все равно какие-то вещи, которые были произнесены небрежно, они могут потом вернуться. Да. Я могу, мы можем дальше продолжать? Да. Ну вот насколько я поняла, получается, ты все-таки стараешься как-то по максимуму разделять сущности, такие вентичности, но все равно это все смешивается, понятно, потому что как у всех живых людей, которые существуют в социуме, сложно выделить одно от другого. Мне еще было интересно, когда ты говорила про сферы искусства и обучения и институции, ты говорила про доступность физическую, то, с чем ты работаешь. Но я тоже видела у тебя высказывания, и мне кажется, это тоже важно сказать про неинклюзивность сферы искусства, не только в плане физическом, но и в таком более общем смысле. Может быть, можно об этом тоже поговорить, про неинклюзивность и про токсичность искусства, точно так же, как его физическую сторону. Ну, вот, да, важный момент и довольно очевидный, я это тоже скрывать не буду, что у нас огромное количество людей, работающих в культуре и искусстве, которые являются наркопотребителями и также у которых есть ментальные болезни. Ну, алкоголизм, наркомания это такие же болезни, как и остальные, от них умирают, вот, и различные ментальные заболевания это вообще очень тяжелая тема. Я не связываю одно с другим, есть огромное количество, ну, искусство и подобные вещи не связываю, потому что есть огромное количество которые болеют алкоголизмом и имеют какие-то ментальные хронические болезни. Вот, и что у нас получается? Если алкоголизм это такая тема, которая романтизируется и в принципе с ней можно жить долго и среди художников и художников не считается зазорным побухать, то разделяется на несколько параллельных дорог тема наркопотребления, как бы, не знаю, очень большое количество людей не считает это преступлением, ну, такая штука, смотря какая страна, такая и позиция в принципе. Вот, если смотреть в глобальном плане, тут я столкнулась с тем, что кто-то прям радикально считает, что наркопотребители это кошмарные люди, вообще ужас какой, это стыдно, некрасиво и плохо, и в этом плане это, конечно, позиция, безусловно, но другое дело, то, что люди не просто так становятся зависимыми от веществ, и уровень их жизни очень низкий, и многие не доживают до 35 лет, и это реально проблема, и хейтить людей за это, я считаю, что нехорошо. По поводу ментальных заболеваний сейчас раскрою тему пошире. Есть такая очень неприятная вещь, как арт брюд, это такое направление, которое возникло, когда один из психиатров решил собирать рисунки своих пациентов, и пару критиков взяли и описали это направление в искусстве, и таким образом его культурное поле в историю культуры посадили. И также есть огромное количество всяких историй и всяких я не знаю даже, как это получается. Наверное, на Ютьюбе это какие-то видео якобы образовательные про жизнь Ван Гога, романтизация его различных состояний психических. и считается, что безумный гений это человек, который способен создать шедевр. На самом деле это чистая драматизация и люди с ментальными заболеваниями опять же не все занимаются искусством, не всем это им интересно. Получается, что многие деятели культурные художники, кураторы используют различные термины из медицины, описывающие ментальные заболевания, как термины, которыми можно охарактеризовать то или иное искусство. Очень любят говорить искусство шизика и использовать это в разных совершенно коннотациях. Искусство шизика может быть как неким проявлением безумного гения и таким образом возвеличивать человека как бы художника выделять из общества других художников, наделяя его какими-то особенностями психическими. Но по сути мы просто имеем некие работы, которые не обязательно связаны с состоянием человека, а может и связаны. а также если допустим кому-то надо кого-то захейтить или выразить свое неодобрение, говорят искусство шизика, но это искусство шизика какое-то отвратное, то есть в зависимости от настроения погоды используют диагнозы как хотят. и это все идет от романтизации период романтизма всяких разных личностных черт. Но я об этом буду делать материал чуть позже. Вот я брала интервью для одного издания у разных художников с разными видами инвалидности, чтобы рассказать об этом феномене, про то, как пейблизм плохо влияет на среду современного искусства. И получается, что в культурном поле есть вот эти артикуляции, которые никак положительно на людей, сидящих в ПНИ или живущих в четырех стенах с ментальным заболеваниями не влияют, потому что эти иблизмы используют по желанию, то есть могут как оскорбление, а могут как возвеличивание использовать. Если как возвеличивание, то от человека с шизофренией ждут каких-то определенных шедевров, действий, а человек хочет жить своей какой-то обычной жизнью. а если допустим негативные коннотации используют, то человеку очень сложно говорить о своем диагнозе и допустим если нужно в учебном процессе создать какую-то комфортную среду, то зная как плохо относится к людям с разными ментальными заболеваниями человек не сунется и может даже не пойдет учиться, потому что это огромный стресс и огромная стигма. Также есть проблема в том, что огромное, ну не огромное, но достаточное количество нейроотличных людей, ну это люди аутичного спектра и прочих всяких разных отличий тоже являются участниками культурных процессов, но для того, чтобы участвовать в них в полной мере людям допустим я буду сейчас о себе говорить у меня дисграфия и немножко дислексия. Если с дислексией я как-то еще сотрудничаю на протяжении жизни, то дисграфия, несмотря на то, что у меня высшее образование и там я диссертацию писала, она по сей день остается и хорошо, что есть как бы автокоррекции и прочее приложение на гаджетах, но так или иначе в письме могут проскальзывать какие-то ошибки и считается, что человек неграмотный и следовательно он не попадет в какую-то из более высоких структур культурных взаимодействий. Допустим, если так окажется, что я должна буду какое-то сочинение написать на собеседование в какую-нибудь культурную институцию, я его напишу с ошибками и вряд ли меня кто-то возьмет куда работать. Но так как я буду писать допустим на компьютере и буду иметь возможность исправить свои ошибки и подготовить какой-то текст грамотный, то в принципе я могу работать, могу писать какие-то смм-тексты или пиар-тексты, что является хорошей подработкой для художника или художницы. Но вот эта история, что мы берем абсолютно грамотных людей, она угнетает людей, у которых есть дисграфия. Но это вот такие штуки, долгий разговор про привилегии в сфере образования. вот и если допустим... Сфера культуры тоже получается. Да, допустим доступ к образованию для меня, допустим, тоже такой сложный момент, что когда была острая ситуация с ковидом, мы учились в Азии по Зуму и я ходила практически на все лекции, но потом началась зима и мы ушли в оффлайн и я кажется не была ни на одной оффлайн лекции и ходила только на те, которые были по Зуму сделаны. Вот. И такие вот тонкости в процессе образования они очень важны. Допустим, если человек не может находиться, не может долго слушать лекцию, у него начинается сенсорная перегрузка, то хорошо бы записывать эти лекции и иметь возможность прослушивать их по порядку. То есть у нас система образования нацелена на то, чтобы сделать всех дотянуть до какой-то определенной точки. она не является такой платформой, которая могла бы раскрывать какие-то определенные навыки и скиллы конкретного профессионала. То есть всех учат делать одно и то же, одним и тем же образом, но не все люди физически одинаково способны работать. Кто-то может работать 40 минут и 15 минут отдыхать, кому-то удобно на 2 часа засесть и так далее. Но это такие очень простые вещи, которые вообще масштабируются на всех людей, наверное. Кто-то не может находиться в шумном помещении, у меня есть коллега, подруга, которая, допустим, ходит постоянно в бирушах, потому что у нее сенсорные перегрузки случаются. Но тем не менее, она достаточно успешная художница, но ходить на большие открытия и прочие мероприятия достаточно сложно. Но объяснить это культурным работникам или художникам, коллегам очень сложно, потому что это требует огромного количества специального образования и каких-то лекций, которые бы без устрашения рассказывали бы людям о том, что хорошо бы сейчас в условиях высокого технологического прогресса, когда мы можем включить действительно большое количество очень крутых специалистов, художников, кураторов в процессы рабочие. нам мы должны учитывать особенности людей. Это несложно, в принципе. Я, так как у меня не всегда была инвалидность, я не всегда была активисткой или человеком, который понимает, что такое этика общения и, не знаю, и близм и прочие, не знаю, какие-то штуки. Я раньше боялась людей в ДЦП, когда была школьницей. Вот как-то так. Ну, ты не видишь человека, ты не знаешь, тебе страшно или там различные ситуации, но как только появляется понимание, то, что это не страшно, это не опасно, такие же люди, никто не съест, никто не сделает больно, то все становится на свои места. Потому что по сути дела какие-то ментальные заболевания это не про возможную ситуацию проявления насилия. Часто люди, у которых ментальные заболевания, они сами очень сильно боятся каких-то таких проявлений. Но у нас в культуре это все очень стигматизировано. Наши великие литературные тексты, созданные классиками литературы, они только усугубляют положение, там описывают людей с инвалидностью как каких-то очень эксцентричных персонажей и выстраивают линии вокруг заболевания. Не знаю, роман «Идиот», например, такой вот достаточно эпический шедевр. Вот. И конечно возможно, я не знаю, при моей жизни конечно это не произойдет, но вот надо как-то менять образование в сфере культуры и включать разных людей, рассказывать о том, что есть разнообразие, потому что технологический прогресс, он дает свои плоды и допустим эта лекция сейчас в Zoom происходит и совершенно комфортно мы ее проводим и для меня это комфортно, несмотря на то, что у меня недавно сломалась коляска и я сижу дома. Вот. Если бы решила об оффлайн лекции, наверное у меня бы не было, ее пришлось отменить. Ну да, я еще тогда последний вопрос задам и потом мы перейдем к вопросам в чате, там уже написали вопросы и потом я тоже включу микрофон, чтобы все могли вслух тоже озвучить свои вопросы. Вот, мы еще говорили про феминистскую оптику и я так понимаю, что для тебя очень важна феминистская оптика и как раз все, что мы обсуждали раньше, было так или иначе связано с различными системами угнетения, поэтому мне кажется, что еще очень важна вот эта связка инвоактивизма и феминизма в твоей работе. Вот, может быть, тоже как-то тезисно можно об этом поговорить. то есть вот почему для тебя важна именно феминистская тоже оптика и как ты связываешь инвоактивизм и феминизм и почему ваша группа, например, называется In the Girls и подчеркнуто женщина-инвалидный феминизм. Так, ну, в первую очередь я хочу сказать для небинарных персон и трансперсон, что мы пишем женщины не потому, что мы не хотим включать процесс, потому, что мы можем как носительница опыта работать в российском законодательном поле, а у нас, как вы знаете, существует только мужчина и женщина. Вот, и так как мы можем помочь с точки зрения юридически только в правовом поле, мы вот так называемся. Вот, по поводу инвалидности, ну, по-моему, все понятно. В нашем объединении с основательницей у всех опыт инвалидности, у кого-то она по жизни, у кого-то она снята, у кого-то приобретена. По поводу феминизма. Такой запрос появился, потому, что это тоже одна из религии Басин, которые я сейчас быстренько расскажу. Смотрите, женщина в социуме у нас воспринимается как сначала как дочь, потом, значит, как мать, потом, значит, как жена, потом, как мать. и так как женщины с инвалидностью не всегда, точнее, женщины с инвалидностью без должной поддержки практически не могут обеспечить себе достойную жизнь своим детям в России, потому, что у нас очень хреновая социалка, и получается, что мы как женщины исключены из общества, что нам надо соответствовать неким нормам гендерным, таким, как быть мягкими, красивыми, услужливыми, приветливыми, чтобы найти себе мужика, найти мужика, который будет, значит, обеспечивать, будет приносить деньги в семью, работать, и, ну, если повезет, еще вы ребенка заведете. Меня в такси, я, наверное, весной ездила за неделю раз в шесть, каждый раз меня спрашивали, где мой муж, где мой муж, и когда он появится, с одним из таксистов мы даже долго рассуждали, что я слишком хороша для современных мужчин, вот, и, ну, у меня, если что, мужа нет, вот, и не планируется, вот, и получается, что социализироваться я могу, как женщина с инвалидностью, только через брак и через создание семьи, потому что на работу меня не возьмут, потому что, чтобы меня взять на работу, у меня должны быть обеспечены условия, ни один работодатель мне эти условия обеспечить не может, даже сейчас, когда я работаю, я получаю меньше денег, потому что вынуждена платить за такси, я не могу передвигаться по метро, моя электроколяска не может там пройти эти препятствия, и я вынуждена ездить на такси по Москве и платить из собственной зарплаты, вот, то есть, как бы, такое, и я не скрою от вас, что одной из моих целей жизни является профессиональная реализация, реализация в профессии и действительно быть специалисткой, вот, но это очень сложный путь, и я не очень уверена, что он на том уровне, на котором я себе планку поставила, реализуется, и значит, так как женщины с инвалидностью уже не соответствуют критериям качества, там, надо же соответствовать таким критериям, как приготовить еду, убраться дома, сейчас скажу очень грубо, дать, вот, своему мужу любви и ласки, а так как ты и так не можешь наравне со здоровыми людьми существовать в этом социуме, у тебя там у многих даже отсутствует не только возможность передвигаться свободно, но и средства связи, не у всех у нас сохраняется интернет, то есть доступ к информации очень ограничен, то женщина с инвалидностью исключена из социума, будет, но как вариант социализации после получения травмы, после получения инвалидности или при рождении является такая штука, как конкурсы красоты для женщин с инвалидностью, то есть это опять же красивой, красивой, блестящей, невероятной, талантливой женщиной должна ты быть, чтобы в обществе тебя стали замечать. И как-то раз у меня одна моя знакомая, которая очень быстро инвалидизировалась, у нее спрогрессировало заболевание, и она за два года буквально здорового человека превратилась в человека с инвалидностью, который помогает мать в самообслуживании. Она мне писала, как ей тяжело, и мне было очень больно это слушать, потому что она говорила, что она не может выйти на улицу на коляске, потому что увидят соседей, ей стыдно, огромное количество стыда при этом, потому что ты не соответствуешь, на тебя смотрят с жалостью. И проходит год, и она мне пишет, Алена, я тут решила в конкурсе красоты для женщин на колясках поучаствовать, пошли со мной. И мне было, и я уже в этот момент придерживалась очень четких феминистских взглядов, феминистская повестка критически относится к конкурсам красоты, потому что они объективируют женщин. Мне стало очень обидно, что есть только вот такое направление социализации, чтобы стать кем-то в этой жизни после того, как у тебя инвалидность появилась. И я хотела для начала сделать, ну, как не для начала, а вообще я хотела просто с кем-то сколлаборироваться из журналисток, которые работают в онлайн-изданиях для женщин и рассказать об этой проблеме. Но в итоге получилось так, что мы в Москве нашли друг друга с моими коллежанками, у которых тоже есть инвалидности, которые тоже являются феминистками, и мы решили, что надо делать объединение, фестиваль для женщин с инвалидностью, который будет включать в себя нормальные, ну, не нормальные, такие, как бы сказать, альтернативные практики социализации для женщин с инвалидностью. Вот. И так вот мы сделали фестиваль трехдневный, там и культурные составляющие были, там кино смотрели про женщин с инвалидностью, вот. И у нас была дискуссия про секс с женщин с инвалидностью, что очень тоже важно. И также мы затрагиваем ЛГБТ-повестку, о которой вообще не принято говорить в России, потому что женщина с инвалидностью сексом не занимается, а уж сексом с другой женщиной или с небинарной персоной, но это здрасте, о чем вы? Это вообще какая-то барабашка. Вот. И с появлением нашего объединения мы сделаем или видим и эту сторону жизни женщин с инвалидностью. Вот. Но мы это взяли не с потолка, не накреативили сами такой формат истории про то, что есть некий феминистский фестиваль и там выступают женщины с инвалидностью. В Англии, когда проходят крупные публичные мероприятия феминистского формата, то есть феминистские фестивали, там есть отдельная панель, отдельный день, секция, где выступают женщины с инвалидностью. Вот. и мы решили, что мы тоже хотим, потому что феминистские активистки, у которых нету видимой инвалидности или есть невидимая, но они ее скрывают, они не включают в процесс женщин с инвалидностью. То есть на мероприятие попасть невозможно, о проблемах с домашним насилием женщин с инвалидностью никто не говорит, а это очень острая проблема. Вот. И так далее. Я думаю, что я, в принципе, обрисовала в чем специфик. Спасибо большое. Тут вот еще есть вопрос как раз от Насты истоминой по поводу InvoGirls. Настя пишет Алена, спасибо за встречу. Можете больше рассказать про InvoGirls. Есть ли в проекте участницы из других городов? Мне кажется, это было бы важно, учитывая разность доступности среды. Да, давайте я вам расскажу об участницах. Значит, у нас есть участницы из Санкт-Петербурга, у нас есть участницы из Столы, у нас есть участницы из Смоленска, санкт-Петербурга, у нас есть вот Анна Латынина сегодня на нашем мероприятии, которое сейчас, не знаю, Аня, ты в Германии сейчас, в общем, у нас расфокусировано по западноевропейской части России и мира, наша география участниц, вот. Но мы будем расширяться постепенно. Вот тут еще Даша. А? Не-не-не, я просто думала, ты закончила. Нет. Я просто не хочу сейчас как бы перечислять имена, потому что я из-за таблеточек плохая память, и я боюсь, что я кого-то не вспомню, лучше я никого не назову, а вы зайдете на наш Инстаграм и посмотрите на наш проект. Если пролистать вниз, там можно посмотреть участниц инвапротеста, и там как раз и география есть. Но я так понимаю, что если кто-то из других городов каким-то образом увидит Инстаграм, например, то они могут написать и как-то тоже присоединиться, потому что это все-таки онлайн. взаимодействие. Сейчас расскажу, как мы существуем. Когда мы начали, мы были офлайн такой компанией, которая сделала ЗИН и сделала фестиваль в Москве. К нам мы привезли, ну как привезли, мы организовали приезд Нади Старенко из Смоленска Настя Мельчаковой из Екатеринбурга и Катя Малышева у нас приехала из Тулы и мы встретились все в Москве. Потом случился ковид и мы делали инвопротест и это онлайн история и к нам присоединились женщины из других городов, кто-то анонимно протестовала, кто-то неанонимно. Обычно нам пишут о том, что спасибо, классно, мы почитали, мы узнали, это нас вдохновило и так далее. Но так как у нас очень маленький ресурс и когда мы делаем какие-то проекты, мы работаем небольшой командой и я занимаюсь в том числе тем, что привлекаю специалистов, у которых есть инвалидность и которые могут выполнить те или иные задачи по своим профресурсам. И это команда, которая работает уже на протяжении 2019-го 2018-го года. Кто-то приходит, кто-то уходит. Но так, как у меня очень четкая позиция по поводу оплаты труда, мы не можем привлекать сотрудничество женщин с инвалидностью без оплаты. труда. Вот. И мы, так как не МКО, не социальный бизнес, мы не включаем в работу над проектами женщин с инвалидностью без оплаты. Это важный момент. А сейчас осенью мы будем запускать серию таких образовательных и поддерживающих зумов. И мы будем делать встречи женщин с инвалидностью и обмениваться опытом различным, не знаю, начиная с того, как обеспечить свою безопасность, продолжая тем, как закупить продукты, не знаю, там дальше получить водительские права или поехать в путешествие. Такие вещи тоже для очень привилегированных женщин с инвалидностью, у которых есть возможность выйти из дома. Вот. То есть по сути дела сейчас на 2021 год география особо места особого значения не играет, потому что мы полностью находимся онлайн и с точки зрения безопасности, здоровья, и с точки зрения расширения нашей географии. Вот. И как бы главное в этом вопросе это доступ к связи. Допустим, женщины, которые живут где-то в селе, естественно, не наша целевая аудитория, потому что там не очень хороший интернет и мы в принципе не имеем достаточно большого опыта, чтобы произвести субпорт и так далее. Скорее, женщины, живущие в таких локациях, могут нам рассказать о своем опыте и поделиться, и мы как бы расширим свои знания. вот. И тут, я думаю, что есть некая горизонтальная структура в том плане, что если у нас есть средства связи, мы можем обмениваться опытом. Потому что да, безусловно, в Москве среда доступнее, чем в том же самом Смоленске, но не везде и в принципе есть проблемные точки на карте Москвы, особенно с зданиями исторического наследия, куда попасть очень сложно. И как раз женщины, которые живут в регионах, могут поделиться тем, как они живут с недоступной средой, как они общаются с людьми, чтобы те люди помогли им физически преодолеть эти препятствия. Вот. То есть тут еще важна доступность артикуляции проблемы. Вот по самому себе я сужу, что я живу в Москве, и тут в принципе выходя из дома я могу делать все, что угодно, но в то же время мне сложно там в какой-то момент было попросить незнакомого человека мне помочь открыть какую-то дверь в торговом центре охранника, потому что слишком сильное напряжение. Вот. Это, наверное, про географию, про участниц инвадерус. я бы рекомендовала всем и настойчиво агитируя на то, чтобы подписались на страничку нашего объединения и следили за ней, потому что мы вот сейчас делаем компанию, над которой с моей коллегой Настей Инопиной мы работаем с осени 2020 года, и там будет очень много интересной информации, которая будет полезна не только для женщин с инвалидностью, но и для всех людей, которые хотят расширить свое представление о поддерживающем общении. Спасибо. Я скинула тоже инстаграм инфогеллз чат, поэтому я надеюсь, что те, кто заинтересовались, без проблем найдут инстаграм. Тогда я запишу следующий вопрос от Даши Филипповой. Спасибо большое. Вопрос такой. Есть ли теоретические или философские книги, которые вас интересуют в связи с вашими интересами в активизме и феминизме и инклюзивности разных тел и людей с разными ментальными особенностями? Мне приходят на ум Жан-Люк Нанси, Де Лиос. Видите ли вы возможность или необходимость создавать солидарные связи вне российского контекста? Ну, это, видимо, уже вторая часть вопроса про солидарные связи. По поводу теоретического текста я отвечу так. Дело в том, что философские тексты и теоретические тексты, их та или иная выборка зависит от уровня образования и уровня владения философским канцеляритом. И вы знаете, вот на своем опыте знаком... Ну, у меня была философия науки в аспирантуре, и вот сейчас мы немножко в базе затрагиваем философию. Я могу сказать, что вот эти все истории про философскую оптику, взгляд на тело и так далее мне достаточно далеки, потому что философия, она довольно патриархальная у нас наука, и я бы сказала, что те парадигмы, которые философы середины XX века создавали, они классные, но они в большинстве в своем затрагивают очень привлекированных людей, это не про женщин, ну, мужчина-философ пишет про женщин, ну, блин, я это могу почитать, но доверять его оптике я не буду, или там философ пишет про какие-то культуры, не знаю, европейский философ пишет про азиатские культуры, тоже такой вопрос, доверять, можно ли доверять его оптике колониальной, что я хочу сказать, парадилеза смешная штука, надо было прочитать недавно главу из его книги которая называлась концепт асеп персет и я полезла читать биографию делеза и узнала, что он из окна выкинулся вместе со своим аппаратом вентиляции легких или аппаратом подачи воздуха в легкие и прочитала то, что он настолько замучился, что вот решил уйти из жизни, а читала я это в 2 часа ночи и в очень плохом физическом состоянии и подумала что ну как можно читать всех этих философов если кто-то из них очень сильно страдал и так далее очень сложный момент потому что люди, которые пишут академические научные тексты они либо используют труд других людей и своих жён предслуги и так далее которые позволяют им иметь возможность писать научные труды либо это люди которые не могут в активное передвижение и вот единственное у них развлечение это теоретизировать свои концепты вот по поводу текстов я часто ссылаюсь на текст спивак про могут ли угнетённые говорить он очень хорошо ниточку такую протягивает ниточку мостик между тем как я веду свои активистские действия в очень жёстком варианте тем чтобы объяснить своим коллегам из культурной среды про то что я не обязана быть им удобной и рассказывать о своих проблемах их специальным языком используя какие-то термины из той же философии потому что уровень моего угнетения не даёт мне пробиться через этот потолок и посвятить себя несколько лет изучению философии по поводу теоретических текстов у нас в академии нету каких-то специальностей или смежных специальностей по дизлабилити стадии и сейчас только в вышке есть то ли кафедра то ли направление которое изучает этот вопрос потому что социология инвалидности это здорово но это немножко не связано с культурой а мне хочется всё-таки как-то артикулировать какие-то вопросы в направлении инклюзии через культуру так как я плохо владею английским языком все академические теоретические тексты которые затрагивают феминизм стадис disability стадис доступны на английском у меня пока такая стадия которая стадия изучения английского на том уровне чтобы я могла изучать источники чтобы я могла поехать поучиться вот может быть написать какую-то работу магистрскую вот то есть я не скрываю о том что я не особо углубляюсь в теоретический контекст но во-первых в российском поле нету той теории которая бы была не близкой и не патриархальной ну там открываешь текст и через два абзаца можно уже начинать подчеркивать где тут оптика белого цисгендерного здорового мужчины вот ну для того чтобы разбавить градус я скажу что я очень люблю текст манифест валерий солонас потрясающая вещь прочитала целиком в 20 лет до сих пор под огромным под огромным вдохновением вот но естественно я не против того чтобы вообще людей уничтожали но очень вдохновляющий текст такой программный я бы сказала вот ну а все остальное не знаю так как я уже говорил что дислексия и дисграфия тут как бы не буду даже пытаться в перечисление того что я читала с точки зрения философского дискурса вот да и как я сказала уже не считаю что он актуален вот то есть пока у меня нет возможности поехать куда-то в англоязычную страну типа Америки поработать с разными направлениями дизабилити стадии опираться на имеющиеся штуки не очень хочется вот а по поводу связей по поводу связей ну смотрите по поводу солидарность солидарные связи финансирование оттуда связи тоже вот у меня есть коллежанка сейчас которую зовут Филиппа Малинс или Миленс я могу ошибаться с которой мы готовим текст для книги на английском языке про фемоинвоактивизм в России про наше объединение так получилось что мы единственное объединение в России которое и феминизм сочетает инвалидность и довольно прогрессивные взгляды транслируем то с нами связываются западные коллеги и мы обмениваемся опытом или они нас поддерживают или приглашают на платформу выступать также я выступала на конференции ЕС в Москве в 2019 году и там познакомилась с различными активистами активистками западными которые дали мне отличную возможность прикоснуться к крутой социалке то есть действительно социальная политика государств допустим Швеции на большом уровне но там люди очень долго боролись за свои права вот допустим введение введение системы ассистентов 20 лет страна шла к тому чтобы ее ввести но у нас в России я не знаю получится это или нет потому что у нас очень очень крепко закреплена парадигма семейных ценностей и считается что никто кроме родственников хорошо не может помочь я так не считаю я считаю что с родственниками залог хорошего общения с родственниками это возможность действительно общаться а не быть старше 18 лет человеком которому необходима постоянная помощь вкладывание ресурсов это очень сильно изматывает но у нас считается что лучше семьи никто помочь не может и я не знаю возможно будет большое противостояние тому чтобы давали деньги и финансирование для того чтобы были ассистенты не знаю там студенты и прочие люди которым могут зачесть практику или вот какие-то если они поработают ассистенциями вот но про солидарные связи они есть и как раз язык я подтягиваю для того чтобы налаживать солидарные связи вот недавно мне написали написала специалистка по обучению персонала из Нурсултана о том что хотела бы чтобы я прочитала лекцию по этике общения с людьми с инвалидностью вот так у нас если что включены микрофоны если вы можете что-то добавлять спрашивать я зачитаю последний вопрос еще от Джерри Меркери уважаемые участники участницы если хотите еще задать вопрос Алене включайте микрофон задавайте если какие-то будут проблемы с включением микрофона пишите мне так вот вопрос от Джерри Меркери многие серийные убийцы и насильники являются нейроотличными в то же время многие непривилегированные нейроотличные люди становятся жертвами насилия именно в силу уязвимости и нейроотличия как вы разрешаете для себя это противоречие нейроотличные Джерри Меркери самоадвокат я так понимаю что это вот к нашей середине разговора вопрос относится так ну для меня нет никаких противоречий потому что ну во-первых в моей в моем информационном поле серийные убийцы и насильники являются нейроотличными в большинстве своем художественных фильмах вот то есть это такой некий культурный для меня для меня в первую очередь для меня я своей личной позиции сейчас говорю для меня в первую очередь это скорее трансляция некой культуры репрезентации маньяков и серийных убийц вот то есть я не вообще не знаю о том как ну то есть я читала недавно про расстрел школ в Америке и вот эти вот ребята которые это сделали там не было никаких явных доказательств про то что они нейроотличные там скорее про какие-то паттерны паттерны насилия которые у них закрепились в детстве это очень сложный вопрос то есть для меня история с серийными убийцами насильниками это история людей которые ну если как бы смотреть христианский парадигм в который я живу всю жизнь ну то есть я имею ввиду что у нас культура такая то как бы да естественно убийцы серийные и насильники они виноваты но там не все так просто вот что побуждает их к этому по поводу того что непривилегированные нейроотличные люди становятся жертвами насилия это большая трагедия которой я полностью ну то есть я подтверждаю эту тему то что люди отвергаются насилию я знаю кейсы когда аутичную девушку насиловали в собственной семье и за счет того что она не знала что насилие она не могла обратиться за помощью и в общем ужасные бывают ситуации просто кошмарные вот и их пострадавшими пострадавшие точнее насильники которые совершали это действие по отношению к пострадавшим они не были нейроотличными они просто были людьми которые хотели агрессию власть проявлять вот то есть я не считаю что все нейроотличные люди это потенциальные насильники и убийцы я считаю я считаю что это клише и некая надстройка которую сделали люди которые писали книги или снимали фильмы для того чтобы напустить некой загадочности на персонажа потому что для многих что неизвестно неизведанно оно интересно оно как и пугает так и интересует вот то есть у меня нет противоречий на этот счет и ну насилие убийство это большая трагедия и я бы все-таки отделяла эти действия от самой идентификации персоны то есть вот есть персона нейроотличная а есть некие действия совершаемые вот это уже анализ действий надо производить вот как бы так спасибо большое тут еще есть комментарий спасибо за честность спикерки вот в чате больше вопросов нету Алена спасибо тебе за честность и за лекцию и за позицию и за рассказ уважаемые участники участницы если у вас есть какие-то вопросы вы можете еще их сейчас задать так кажется у нас вопросов нету я вот сейчас тоже прошлась по тем заметкам которые я готовила по-моему мы тоже все затронули так или иначе вот поэтому я думаю я еще раз всех благодарю Алена тебе тоже большое спасибо тут тоже вот Анна благодарит за лекцию вот я тогда со всеми прощаюсь еще раз Наташ еще о Джере вопрос да включайся пожалуйста микрофон у вас должна быть сейчас все уже размьючено меня слышно сейчас извините я просто наверное не совсем правильно сформулировал свой вопрос там просто вы говорили по поводу харассмента вот в художественной среде и я просто не совсем понял потому что вы упомянули то что эти люди которые совершают харассмент в творческой среде что среди них есть нейроотличные люди и вот с этим я не совсем понял то есть вы их защищаете этих людей которые вот харассят или нет или как так по поводу харассмента я говорила что есть перверти вот насчет нейроотличия я как бы это как говорит моя подруга это такие сплетни осеки вот значит насчет нейроотличия я не знаю я знаю что есть наркозависием наркопотребление и есть перверсии под перверсиями я понимаю некий некое девиантное поведение обусловлено оно нейроотличием или просто фиксации на каких-то определенных действиях я не знаю я как бы не обладаю этой информацией но то что как бы девиантное поведение сексуализированное плюс перверсии они есть и чем они вызваны я не беру сказать мне кажется что это личное это такая зона личного то что если человек себя не позиционирует не делает камин-аут в качестве нейроотличного человека то его я воспринимаю как либо нейротипичного либо нейроразнообразного но разнообразие бывает такое а как это вот последнее не очень понятно так а что значит нейроразнообразный ну я по-моему когда мы фильм ваш смотрели это как раз этот термин подчеркнуло вот нейротипичные подразумевается что люди без каких-то отличий ментальных то есть нету ряда ряда особенностей неизвестных связей и прочих историй а нейроотличные это те у кого есть допустим дисграфия аутизм это все в эту сторону а нейроразнообразные это весь спектр широкий то есть как бы а то есть это все как бы это все да это чтобы не понятно спасибо ну как бы я не когда я говорила про харассмент я не я вот четко выделяю что есть перверсии есть какие-то фиксации есть желание власть проявлять агрессию но диагнозы я не берусь ставить вот да понятно и я бы не стала оправдывать человека с ментальным заболеванием который ходит и все ну допустим персона вот персона с ментальным заболеванием это моя фантазия сейчас персона с ментальным заболеванием ходит по мероприятиям по выставкам и всех лапает за задницу я бы не стала оправдывать вот но в то же время я бы руководствовалась не знаю какими-то законами или принципами консенсуса общего вот то есть это такой сложный момент потому что лично я бываю сама очень агрессивна в плане отстаивания своих границ личных вот и я если допустим меня хватают за коляску то я могу отдернуть резко руку человека или как-то сказать но это опять же самооборона вот та степень дозволен дозволенности неких действий я просто не считаю что их надо оправдывать и поощрять и нормализировать вот то есть если чьи-то границы нарушаются допустим и человек не считает это нормальным а другой человек считает нормальным то все-таки тут надо понимать как-то что делать это очень сложно это такие пересечения которые чтобы их объяснять и как-то анализировать надо обладать очень большим опытом и способностью анализа мне кажется если задаться целью и делать какие-то дискуссии на эту тему то можно и вырулить куда-то спасибо 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 я еще дополню если вопросы может быть кто-то еще хочет что-то высказать рассказать кажется у нас больше нет вопросов тогда я еще раз поблагодарю Алену и тогда со всеми попрощаюсь вот Алена спасибо тебе большое за лекцию я надеюсь что у нас появится у вашего проекта появится много подписчиков и тех кто хочет поддержать проект вот я также надеюсь что мы дальше будем сотрудничать в кроссплатформенном формате вот я надеюсь что мы будем еще делать много таких же мероприятий других разных и говорить про инфоактивизм и про арт-активизм и про токсичность и инклюзивность среды в которой мы живем вот и спасибо большое что поднимаешь эти темы и что освещаешь это рассказываешь и занимаешь такую позицию и говоришь очень иногда откровенно иногда резко но мне кажется что это очень ценно и для всех это очень важно вот я хочу сказать что сейчас мы заканчиваем следующая встреча у нас назначена на начало июля мы будем говорить о невидимости женского труда в активизме и в искусстве вот пригласим тоже активисток художниц и разных теоретикес которые поднимают или работают над этими вопросами вот следите за нашими анонсами поддерживайте независимые организации независимых активисток независимые проекты всем большое спасибо я со всеми прощаюсь пока-пока всем спасибо спасибо организаторам спасибо 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 спасибо